Здравствуйте, канал Культура, программа Наблюдатель. Меня зовут Юлия Панкратова. И сегодня я и мои гости, которых я вот сейчас прям представлю, мы сегодня отмечаем 100-летие со дня рождения Йозефа Бойса, художника, теоретика, вообще сложного описать как-то даже не двумя словами, не может быть, даже двумя предложениями. Человека, который очень повлиял на современное искусство, но посредством современного искусства, я думаю, на всех нас, собственно говоря. Итак, у меня сегодня в гостях Леонид Александрович Бажанов, историк искусства, куратор, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Здравствуйте. И три художника у меня. Буду представлять сразу, скажу, что вы все художники, поэтому, чтобы время заколомить. Хаим Сокол, Павел Пиперштейн и Дмитрий Гутов. Не знаю, оценил бы Йозеф Бойс, что мы встречаемся и говорим о нем, может быть, лучше бы мы пошли бы, например, дубы посажали. Как вы думаете? Нет, я думаю, он был бы рад, и поучаствовал бы. Он очень любил разговоры. Да. Это входило в часть его творческой деятельности, организовать какой-то спорт, семинар. Так что вполне соответствует событию. Ну, Бенджамин Бухло его как раз ругает за излишнюю литературность, что он все-все как-то наделял каким-то смыслами, какой-то историей. Вот. И это очень вредило его визуальности, по мнению Бухло. А сажать дубы я бы не хотел. Почему? Ну, я просто, если что, чтобы мне это не выглядело, как просто сажать дубы, это одна из известных, я не знаю, акций Йозефа Бойса. Это 7 тысяч дубов, которые он мечтал посадить, и какая-то часть, как я понимаю, все-таки уже вполне себе выросла в большую аллею, да? Вот. Начинал это на документе в Касселе. Да. Вот. И, кстати, я специально, когда готовилась к программе, прочитала, что в Германии опять новая волна, опять начинают высаживать. И у нас это делается. То есть, на самом деле, художник, он живет в своем произведении. Вот в этом, по крайней мере. Ну, он еще и живет в тени прошлого, жил. Что, как бы, вот для меня Бойс – это очень такая амбивалентная, противоречивая фигура. Он родился в 21-м году, да, и поэтому рос, формировался в очень конкретный определенный период времени в Германии. Это самое интересное. Он был членом Гитлер-Югенда, потом воевал, да, он был летчиком. Вот. И достаточно вспомнить, что в свое время это были акции Гитлер-Югенда, да, высаживание аллеи фюрера, именно дубовых. Думаете, это оттуда? Ну, я не знаю. Он хотел, как бы, излечить это, как бы вылечить, да, как бы, вот, перевернуть смыслы с минуса на плюс. Вот. Но вот этот привкус у меня лично не проходит. То есть, чего начал Хайм? Это начало такого очень жесткого разговора, потому что, ну, бой с прославленной фигурой – это центральный немецкий или европейский художник, начиная с 60-х годов, всей второй половины 20-го века. А поискать его корни в 30-х годах, в его юности, собственно, 13 лет, время формирования человека падает на приход нацистов к власти, да, там, 33-й год ему, 33-34 год ему, 13 лет, он смотрит, как сжигают книги и так далее, и так далее. И найти источники творчества там и таким образом пересмотреть всего наследства сквозь эту призму, чего я не знаю в литературе, кстати. Нет, нет, пишет, пишет. Какие-то книги спасал. Спасал, но, тем не менее, вот эти впечатления 30-х годов и вся мистика, которая за ним стоит, вот этот коричневый цвет, с которым он всё время работает, цвет земли с этой темой, да, земля, почва, кровь, это чем-то напоминает цвет запекшейся крови. Я думаю, что это был бы очень интересный поворот темы. Леонид Александрович, а никто так через эту призму разве не смотрел на его творчество? Нет, конечно, смотрели и вообще всё время смотрят через разные призмы, через разные очки. Одни сразу надевают очки такого критиков нацизма, другие очки фантастического и замечательного, великого контемпорария арт. То есть всегда Бойса любит рассматривать в каких-то легендарных таких ипостасиях, которые он и сам культивировал и сам выдумывал всякие мифы про себя, привирал часто и увлекался этим. Это не ложь, а это как бы такое самоопозиционирование и представление о себе, не совпадающее с конкретикой, такой фактической фактологией, но совпадающее с внутренним самоощущением и вписыванием себя в сложнейший контекст XX века. Павел, а важно художнику себе мифы создавать? Ну, вообще это рекомендуется. Это бы хорошо, что вы задали этот вопрос Павлу Перштейну. В целом это свойственно. Человек сам живущий. Я поэтому не спросила. Да, в целом это свойственно вообще художникам. Конечно, это не является обязательным моментом, но желательным, наверное, скорее всего. И, конечно, Йозеф Бойс в этом очень преуспел, как действительно правильно сказал Леонид. Это был великий мифотворец, сказочник и, можно сказать, какой-то степень реинкарнации барона Мюнхгаузена. Его можно и не так осознать. И, конечно же, в этом смысле он принадлежит к такой мечтательной вообще как бы европейской культуре фантазмов, мечтаний. Все эти мифы, они тоже как бы ниже как бы и мечтания. И прекрасно ему это удавалось. Действительно, великолепная, например, история с татарами, которые как бы в момент его падения, как бы знаменитого в Самаре, мифического падения, но падение вроде бы действительно подтверждается фактами, но, тем не менее, наличие татаров не подтверждается. Но человеку удалось придумать восхитительных абсолютно татаров с войлоком, с жиром. И за это... Давайте расскажем эту историю, может быть, кто-то возьмет. Я могу сама, конечно, но, тем не менее, давайте кто-то расскажет, потому что вдруг это кому-то история неизвестна. Там несколько вариантов этой истории. Он был стрелком-радистом на этом Юнкерсе. Во время войны, да. И в Крыму по одной версии их сбила наша зенитная артиллерия, по другой версии самолет просто сам приземлился, была такая аварийная посадка в снегу, и потом его нашли бойцы поисковой какой-то группы немецкой, по другой версии его нашли кочевые татары. Татар кочевых в Крыму тогда не было, это понятно. Но даже и татар не было, были крымские татары, что они не совсем татары. И вряд ли он жил в какой-то войлочной юрсе, где его мазали жиром. Да, и 12 дней без сознания, там так много. Там очень много вариантов, и различные варианты. Но в любом случае, действительно была авиакатастрофа во время войны немецкого самолета, Люфтлафа, где бойц служил, и действительно его оттуда вывезли уже в госпиталь, и долго приводили в порядок, но привели в порядок. Он еще успел повоевать на Западном фронте, где был пять раз ранен. И в конце войны вернулся снова к занятиям искусством. Раз уж мы затронули тему мифов и провокаций, то давайте послушаем самого бойца. Вы думаете, что его работы бросают вызов? Считаете ли вы его искусство или антиискусство поблуждающим элементом? Причем здесь моя работа, это неуместно. Мы говорим о теории, мы говорим о том, что далеко за пределами моей работы. Давайте выбросим ее из окна. И также вашу работу, может быть... Чего вы хотите? Я хочу расширить сознание людей, сделать его шире, особенно в нынешней политической обстановке. Ладно. Я не верю, что мы живем в демократии. Я не верю, что нас научили быть свободными людьми из-за нашей партийно-политической бюрократии. Сейчас я готов провоцировать. Я тоже. Чудесно. Просто такое чувство... Да, нет, действительно, такое впечатление, что оказываешься просто внутри фильма за близкий пойнт. Собственно, все, что здесь мы видели, это как квинтэссенция 60-х годов, всех этих споров. Сейчас, это все моя юность, детство, 60-е годы. До нас это доходило в виде некого странного эха. Понятно, книг про Бойса не было. И он даже в книжках «Критика модернизма» не шибко упоминался. Но в виде каких-то карикатур в журнале «Крокодил», в виде каких-то отчетов, в журнале «Вокруг света». Посмотрите, что там творится на этом диком Западе. Но вот то, о чем говорили ребята, я бы не так благодушно, как Паша, отнесся к этой мифологии. Что такое мифотворчество? Это и есть 30-е годы. В их самых жутких, самых страшных проявлениях. Весь этот миф 20-го века. Все, что творилось в Италии, в Германии и в Советском Союзе. Миф, когда вот это что-то сочиняется, такая героическая личность возникает с невероятными приключениями. Мне кажется, это очень страшная, опасная вещь. И мое отношение к Бойсу, если так мягко сказать, очень-очень настороженное. Ну да, в общем... А он как к тебе это относится? Он ко мне прекрасно. Да, он же провозгласил, что все художники, ну типа, нет уже жестких ограничений. Ну, он не случайно стал такой знаковой фигурой именно вот в этот период после войны, потому что он выполнял такую, как бы это сказать, консолидирующую роль в обществе, поскольку вот послевоенная Германия, да, там 20 лет как раз было вот то, что называется консенсуальное молчание, первое поколение, к которому относится и сам Бойс, да, как бы вот как-то негласно договорились. Они не просят прощения, не просят прощения, вообще делают вид, что молчат. Они вообще молчат, и это молчание именно выполняет такую консолидирующую функцию, да, во имя построения такого будущего демократического единого общества, да, во избежание раскола, да, это поколение сохраняет обет молчания. И вот на фоне этого молчания создание какого-то мифа, который не только не разоблачает, а он как бы наоборот покрывает туманом совсем недавнее прошлое, да, прошлое становится таким эксцессом, болезнью, которую Бойс берет вот такую миссию, да, исцелить этим жиром, этим, да, некая форма самоотрицания, потому что он вспоминал, что якобы татары ему на ломаном немецком говорили, что «ду не дойч», там, «ты не немец», «ду татар» вот на таком каком-то совсем-совсем примитивном немецком языке. И, возможно, это такая была вот задача как-то отойти, отрешиться от этого прошлого, да. Ну да, там же есть еще бойлок, который звук не проходит, это такой плотный материал, который тебя укутывает, и, ну, в каком-то коконе тоже. Да, вот молчание, да. Да, молчание, молчание. Да, и как раз вот критики, которые не очень дружелюбно к нему относятся, как раз и отмечают, что вот он с точки зрения искусства как раз очень жестко привязывает какие-то материалы, да, отходит от Редемейда, говорит, вот бойлок – это вот что-то такое конкретное, это вот молчание, это какие-то метафоры, да, и в этом смысле он очень литературный автор, да, а там жир – это тоже какие-то ассоциации вызывает там с организмом, он с человеком. Он же потом все время, насколько я помню, использует все время эти материалы в своих произведениях. Бесконечно, использует очень много. Ну, тут есть такой же элемент обязательной узнаваемости, как его шляпа. Ты нашел три материала, ты их варьируешь, ну, там, три с половиной, да. Вот войлок, вот жир, вот там медная пластина, животных добавили. Ну, он же стал рояль еще есть. Ну, рояль, да. Ну, кроме того же, он стал невероятно востребованным коммерческим художником, то есть вы стали покупать и частные коллекционеры, и все музеи, просто… Нет, ну, в свое время, конечно, когда это, вспомним это, да, вот самое начало и середина 60-х годов, разрушить предыдущее искусство, перестать делать холст масла, даже если это абстракция, или даже поп-арт, начать жир выкладывать, который, кстати, трудно хранить. Кто видел инсталляции бойса, сделанные не им, они производят, я должен сказать, довольно жалкое впечатление. Потому что, когда он это расставлял, он это расставлял сам в конкретном пространстве, а сейчас это перевозится, это уже как-то по-другому расставлено. Что-то от этого, что-то там большое теряется. Ну, он все-таки предполагал тиражирование своих работ, повторение, расчет на работу с ассистентами и так далее. Но, конечно, бойс, действительно, мы начали с такой периферии и с таких обывательских мифов и легенд по поводу бойса. Но я бы все-таки поставил какую-то точку в начале нашего разговора, такую, галочку такую, что бойс – это действительно крупнейший художник, европейский художник середины второй половины 20-го века. Его можно не любить, большинство его не любит. И я сейчас вот с удовольствием слушаю моих молодых коллег, товарищей. Мне интересны. Нет, ну подождите, у нас Павел, мне кажется, вот вы как раз немножко разделились. Павел нас любит, да? Я его люблю, конечно. Вот, привет. Я вообще всех люблю. Это очень старается. Хорошо, но все-таки есть за что? Ну, конечно, такая замечательная шляпа, живет рыбака, интересные какие-то инсталляции, истории интересные. Ну и вообще, вот как правильно Леонид очень сказал, я ярчайшая персона. Ну, естественно, как бы, понятное дело, одновременно шарлатан, прохиндей, но это, я говорю, вовсе не в негативном, а в суперпозитивном смысле. Ну, Малиюч тоже. Конечно, да и все нормальные люди, прохиндей и шарлатаны, в общем-то, по большому счету. Вот, и как бы Бойс, ну, виртуоз в этом деле. Вот, так что, в общем, спасибо товарищу Бойсу, что называется, за то, что все мы здесь сегодня собрались. Все мы здесь собрались, сейчас мы тоже еще раз его послушаем, раз у нас есть такая возможность. Вы отдаете себе отчет, что отходите от традиционного концепта искусства? Да, конечно. И вам все равно, что скажут люди? То, что делает Бойс, не имеет общего с искусством. Или вы... Конечно, мне все равно. Искусство, да, но совершенно в другом смысле. Понятие, что такое искусство, расширено до такой степени, как по мне. Там уже ничего не осталось. Но в рамках целостной системы, возможно, что понятие традиционного искусства, возможно, сохранив себе место в герметичной форме, будет вращаться, как атома. Где-то внутри этой системы. Но понятие искусства настолько расширено, что даже обычная ситуация – это искусство. Каждая ситуация или действие? Да. Вы знаете, есть одна работа... Каждая, он немножко троллит журналиста. Ну, это входит в правила игры. Есть одна работа, которая у него действительно... Я бы даже сказал, муми троллит. Муми троллит. Есть одна работа, которую я очень люблю. Просто моя самая-самая-самая любимая. Не помню точно, как она называется, но там фигурирует Космай Демиан. Помните? Да, да. И я ровно 20 лет назад, когда была так на Уолл Трейд Центр в Нью-Йорке, это был настоящий ренессанс Бойсоу, потому что он это предвосхитил за много-много лет. Если зрители не знают, в двух словах. Он в Нью-Йорке в 1974 году, когда только-только построили эти башни-близнецы, он купил открытку, пропустил ее в свой любимый коричневатый цвет, сделал такую сепию, и на открытке, прямо на башнях, написал Космай Демиан. Космай Демиан – это были святые бессеребреники, лечившие бесплатно людей в IV веке нашей эры. Вот такой очень простой жест. То есть столкнул мир бескорыстия, помощи, отзывчивости с миром этих денег. А плюс, насколько я помню, еще Космай Демиан были арабского происхождения. И когда башни эти упали, то, конечно, везде, в каждом журнале была заново опубликована эта работа, что вот пророк, который показал, что-то с этим местом должно случиться. Это говорит о том, что мы имеем дело действительно с великим художником. Конечно. Несмотря на всего мифологию. Но это опять связывает его с такой фигурой, как Зоя Космодемьянская, в чём собственное имя говорит нам о какой-то сфере с Космодемьяном непосредственно. И она тоже бескорыстно боролась с фашизмом и была причислена к лику святых, как, в общем-то, и его забой в какой-то степени. Так что можно сказать, что мы имеем дело действительно с наследованием статуса святости, подвижничества, мученичества и так далее, и так далее. Вот как мифотворчество сколь изразительно. Причём мы уже говорили про мифотворчество советское в том числе. На всякий случай. Да, и тут как вы заплели, Павел. Ну, а то Марли, что вдруг... Позабудем. Давайте поговорим, помогало ли его мифотворчество, его внешний вид. Это тоже немаловажная история. В какой-то момент он же совершенно уже такой сложился и стал стандартным. Да, внешний вид – это важная штука в художественной жизни. Для художников в 20 веке особенно. Они просто взяли это на вооружение, как один из инструментов самой реализации. А для Бойса сам художник – это часть художественной продукции. Он формирует себя как художественное явление, художественный объект. Там Сальвадор Далин, Ван Гог, да кто угодно. Сазан. Дмитрий Гутов. Дмитрий Гутов. Павел Петераштейн. Да все культивируют свой внешний вид, в той или иной степени. Уорхол. Все узнаваемы. Публика знает даже не их произведения, а их физиономика. Физиономика акторов или актеров в визуальной культуре 20 века. Но Бойса все-таки, конечно же, не сводится ни к шляпе, ни к внешнему виду, ни к такой автомифологии. Это действительно крупная такая творческая фигура с претензиями, амбициями социального демиурга и лидера. Человек, который выдвигал какие-то социокультурные программы, писал манифесты, создал свободный университет, сама идея. Партию? Создал партию, предшествовал и участвовал в создании зеленого движения, движения зеленых и так далее. То есть это очень такая активная, крупная, дразняющая фигура. Эти вот амбиции, это просто он хотел показать, что действительно везде искусство, или это просто действительно его были амбиции влезть везде? Я думаю, что там все. Все вместе? Все. И психическая активность, и социальная какая-то такая миссия, попытки что-то действительно реально сделать и пережить. Причем это не просто спекуляция, манипуляция общественным сознанием. Он проходил через самоубийство, через такие мощные, сильнейшие переживания, личные переживания. Так что это не просто какая-то театральная игра. Понятно, что там очень много безумия. То, о чем Бенджамин Бухло и писал, и как бы негативно, что вот... Да, он же его критиковал. Он критиковал его очень жестко, и вообще два... Бенджамин Бухло, на всякий случай, это один из самых известных критиков. Да, теоретиков, философов и критиков современной культуры. Другой, вот мой коллега такой, мы с ним вечно спорили, хотя чрезвычайно уважаемый человек, это Игорь Гламшток, такой российский искусствовед. Он всегда тоже начинал с того, что Бойс был членом Гитлера-Геугента, забывая, что почти все люди, ну, моего поколения еще, ну, я в комсомоле не был, но все мои одноклассники были в комсомоле. В принципе, ведь комсомольцы были замечательные, и эти участники молодежных движений в Германии, они сами по себе были чистыми и замечательными ребятами. И сами практики были схожие, и это не значит, что идеология и партийные какие-то пристрастия и принадлежности на уровне партии у взрослых людей, это совершенно другое, это дети. Ну, Игорь Гламшток имел в виду другая. Но все-таки он... Нет, его раздражало. Нет, как его раздражало, он, если зрители не знали, то он автор книги «Тоталитарное искусство», и у него просто тоже с начала 60-х годов был настроен глаз видеть тоталитарное искусство даже там, где его не схватываешь. Он видел тоталитарное искусство в Бойсе? У Бойса? Только в музее имени Пушкина. Действительно, вот так намазать, многих... Там, если вы представляете лист Бойса, вот его этим тоже таком красно-коричневым цветом, вроде так три... Красно-коричневый цвет – это кровь. Ну да. Он рисовал кровью? Нет, у него там есть и гуашь, слава богу. Не только кровью, но просто у него гуашь, да, вот этого цвета земли с кровью. И это производит действительно поразительное впечатление, потому что кажется, что это просто намазано, но так, чтобы так намазать, надо по-настоящему все вот эти шаманистские идеи, которые за этим стоят, их надо прочувствовать. То есть это не просто мазок, а вызывание каких-то... Нет, ну это дух и восходит к петроглифам... Ну и вообще психосоматика письма, которая здесь безусловно имеет значение, да, вот поэтому вот то, что он рисовал, это гораздо более выразительно, чем то, на мой взгляд, субъективно, чем то, что там его перформансы или там жировые инсталляции, да, потому что это связано непосредственно с телесностью, соответственно, с его и психикой, да, и это вот отражалось именно в виде знаков на... Многие пытались... Но это действительно нужно обладать... Но никому не удалось сделать... Да, ну, просто очень просто вроде выглядит. Нет, такой калям-аля не рисуешь. В том-то и дело, что это калям-аля ни у кого не получается. Потому что это уникальная совокупность каких-то качеств его внутренних, да, неважно положительных или отрицательных, да, его опыта, которое отражается, оно влияет на почерк, оно влияет также и на... Особенно вот на такое, как бы, бессознательное вот рисование, да. У нас просто есть один фрагмент, хотел бы вам показать, может быть, мы обсудим про амбиции Бойса все-таки. Мы вот начали про них говорить, немножко ушли в сторону, но тем не менее. То есть, если ты, скажем, ты стоишь напротив группы людей, лучше всего будет достучаться до них, до всех одновременно, ведь это... Это лучше всего. У тебя есть представление, что происходит в людях. У некоторых это получается, у них есть особый дар. Например, они идут по комнате и могут почувствовать внутренние переживания остальных. То есть это... Много значит. У этого источника энергии есть очень большое историческое основание. Это не просто его личная какая-то энергия. Это были люди, которые считали, что они могут переделать мир, и они хотят переделать мир. Настроение людей вот где-то до 69-го года. То, что нашему поколению, я думаю, уже просто недоступно. Надо было родиться действительно в 21-м году, пережить все, что он пережил в юности, и вот эти 60-е, они дышат. Это за каждым словом стоит. Мы построим новый лучший мир. Отсюда эти дубы, это же не просто программа зеленых. Давайте, чтобы там побольше кислорода было и так далее. Это идея, что мир будет... Я вообще думаю, что это к экологии мало отношений имеет. Почему? Ну, как бы в нашем понимании уже... В большей степени социальная проблематика. Да, и надо же не забывать, что к каждому дубу прилагалась базальтовая глыба. Такая болванка глыба, да. Огромная, которая завалили центр Касселя, да, там, соответственно, 7 тысяч этих базальтовых глыб. Это впечатляющее зрелище даже на фотографии, да, вот прямо в центре, там, на площади, в ближайшем карьере, там, откопали. Вот, и это вот соединение статичного... Но эти базальтовые глыбы, они же тоже что-то значат. Это похожие на могильные какие-то, ну, отчасти памятники, да, или нет? Нет, похожие на могильные, похожие на... И потом это такие первичные природные субстанции, как вот жир, воск, войлок, камень. Это такое... При этом неорганическое. По ссылке к неолиту, к мингирам, к дольменам, ко всей этой архаической культуре. Но мне кажется, что вот эта идея, что мир, мы стоим на пороге нового, прекрасного мира. Сейчас наши усилия, и он станет... Все станут художники, все будут творить. Если сейчас кого-нибудь спросим, вообще в любой точке земного шара, люди скорее скажут, нет, мы ждем апокалипсис, мы ждем апокалипсис. И как бы апокалипсис избежать? Это совершенно другое настроение. Мне кажется, мы уже его пережили немножко. Ну, почему? Еще неизвестно, что нас ждет впереди. Будем оптимисты. Еще мне кажется, что интересно, что все, чем он занимался и что производил, вот здесь прямо видно по публике и по журналистам, шоковое впечатление. И что и так можно в искусстве. И вот это тоже искусство. Это все стало банальностью. Теперь так выглядит любая биеннале. Все завалено чем-то. Ну, не жиром, чем-то похожим. И... Годно. Ну, например, да. И какие-то перформансы. Какие-то перформансы. Ну, совсем так. Мне кажется, это стало академизмом. Это... Нет, это... Превратилось. Становилось таким академической практикой и такой магистральной практикой в конце 20 века. Но в 21-м это уже, наоборот, разметалось, утрачены все иллюзии. Как вам кажется, это устарело действительно сейчас? Это не то, что устарело. Это... Ну, заархивировано, я не знаю. Иллюзия состоятельности вот этой линии, она как бы ушла. Она ушла. Она ушла в Европе и на Западе раньше. У нас... Она задержалась в силу разных причин. Иллюзий у нас было еще много в начале 90-х. А сегодня уже об этом речи нет. То есть это не актуальный художник? Это... Ну, честно говоря, вот потому, как я смотрю на реакцию вот вашего поколения, или уж младший, то точно для них он что-то вроде Малевича. Плохо ли, что художник становится неактуальным? Ну и что? В истории скучки не менее записан. Я сомневаюсь во всем этом, потому что, мне кажется, уже очень сильно устарело само понятие устаревания. Да. И как бы мы живем уже в ситуации, где ничего как бы устареть не может. Ну, точно так же, как не может быть ничего нового, так же не может быть ничего устаревшего. Поэтому я очень сомневаюсь, что как бы вообще термин «актуальный» или «неактуальный» может вообще звучать в целом. В свое время Андрей Викторович Монастырский очень замечательно сказал, что актуальность – это удел варваров. Я с ним полностью согласен. И в этом смысле, конечно, сказать Юзефу Бойсу или про него, что он неактуален, это вообще большой комплимент. Вот, в общем-то, на самом деле. И сам бы, наверное, очень бы обрадовался этому. А так-то, конечно, он никуда не делся. И если, например, полностью схлопнется мифология современного искусства, и как бы этот весь исторический нарратив, связанный с искусством, окончится, что вполне возможно, то Юзефу Бойсу все равно останется как герой немецкого мира, как один из представителей какого-то немецкого духа. и как репрезентация, одна из репрезентаций Германии в мировом каком-то пространстве. Нет, это наверняка так. Да, это точняк. Это наверняка так, но все равно вот сегодня, удивительно, вы еще вот помните его и знаете. Я думаю, что вот мои студенты уже о нем особо, его фигурой и его творчеством не озабочены. Почему, если вы говорите, что он один из самых главных художников 20 века? Он один из самых главных, но вообще 20 век уже перестает волновать молодежь. 20 век уже достаточно далеко. Но и молодежь перестает волновать кого бы то ни было. Вот как бы это такой абивалентный процесс, потому что молодежь, конечно, часть вообще современности, это такой горизонт тотального тупизма, как бы в общем-то, и является в этом смысле такой довольно болезненной проблемой. И поэтому, конечно, в горизонте углубляющегося тупизма там как бы все предстает уже как бы забытым, неинтересным. В том числе и молодежь сама для себя уже как бы кажется совершенно неинтересной. Или там какой-нибудь, да, вот вчера я говорю под свежим впечатлением от показанных мне тиктоков. Это, конечно, вот как бы действительно острый дебилизм такой, как бы достигающий просто гениальности в этом смысле. И можно только поздравить человечество, что оно докатилось до такой степени. И хочется добавить туда ему и дорогу этому человечеству. А вот у нас есть, знаете, фрагмент? Да, у нас, кстати, есть фрагмент, где вы требования к человечеству. Хотя, соответственно, было, эти дубы, конечно, это все-таки более правильное действие. Да, давайте посмотрим все-таки. Если же мы говорим о требованиях к молодежи и человечеству, то Бойс они тоже были, к художникам в том числе. Вот именно. Бойс. В данный момент я занят. Это очень изматывает, но это необходимо. Почему это необходимо? Простите. Почему это необходимо? Зачем так себя изматывать? Все должны себя утомлять. Было бы плохо, если человеку до смерти было бы хорошо, и он даже не испытал себя. Хорошо. Нужно использовать все в любом случае. И не важно, какая у тебя профессия, нужно испытывать себя. Нужно гореть до остатка, иначе нет никакого смысла. Если вам всегда хорошо, это плохо. Это достаточно, правда? Правда. Все так хорошо, а потом ты сыграешь в ящик, это плохо. С этой точки зрения, ни с другой. Вообще, я не знаю, как серьезно обсуждать эти фрагменты, если честно. Потому что все время есть ощущение, что, конечно, он был... Видимо, их не обязательно серьезно обсуждать. Да, вообще, мне кажется, их просто можно и не обсуждать, потому что видно, что он все-таки... Сейчас уже видно, что он в роли, нет? Нет, 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 это не роль. Нет, я как раз это все воспринимаю абсолютно всерьез. Ах, вот, хорошо, давайте. Никакой тут роли нет. За этим стоит действительно все, что произошло в 20 веке. Вот за этими словами, за этим страхом, ужасом, шаманизмом, архаикой... И желанием истязать себя. И все это просто, вот, я здесь это слышу в каждой фразе. Все это, может быть, и выглядит немножко иронично и провокативно, но на самом деле все гораздо серьезнее. Когда Паша здесь очень уместно, по-моему, привел вот этот тикток. Почему? Потому что для поколения, которое родилось после 2000 года, 20 век представляется уже неким таким мраком. Вообще, как там люди жили, что они творили друг с другом, и то, что отразилось так прекрасно в этом искусстве. Почему главный немецкий именно художник, а главный европейский? Потому что он все это в себе сконцентрировал, этот 20 век. Желание забыть, отвернуться и избежать подобных испытаний – это и есть современность. Поэтому насчет актуальности, правильно, мы не пользуемся, естественно, такими глупыми словами, как актуальность. Но желание от этого избавиться и выйти совершенно в другой уровень мысли и чувств. Мысли, допустим, там нет, но ощущение жизни. Это и есть, мне кажется, в основе своей причины то, что Рансьер называл «этический поворот». То есть мы ощущаем себя глубоко травмированными. Ну, мы в таком обобщенном смысле. Те, кто успел пожить в 20 веке. Даже те, которые не успели, все равно 20 век – это некое прошлое, на которое мы все так или иначе оглядываемся, потому что образа будущего нет. Все и молодые, и старые все равно смотрят в прошлое. В прошлом есть некое радикальное зло, которое предстает в виде Холокоста, нацизма, тоталитаризма. И мы ощущаем себя жертвами. И наша какая-то вот такая чуть ли не главная и единственная экзистенциальная функция – это избежать травмы. Как бы не повторить вот этого ужаса, не соприкоснуться с ним. Поэтому мы это прошлое отодвигаем. И в этом смысле действительно бойс как-то вот сегодня может быть более актуален, чем когда-либо. Именно вот в этой своей попытке отодвинуть ужас как-то, его обернуть этим жиром и войлоком, исцелить, отстраниться от него и сделать его максимально таким неясным, каким-то размытым. Вот все, что он говорит, вот мне, например, да, все это лишено смысла, да, но мы пытаемся это как-то рационализировать. Ну вот поэтому и не верят многие за то, что он пытается держать вот эту дистанцию, что он не идет на эту травму и отрицает ее. Возможно, да, возможно. Но в этом его функция. Он представитель первого поколения вот тех самых людей, которые все это творили. И он сам творил, да. То есть первое поколение ТикТока как бы это ее зарубой. Он предпочит ТикТока, конечно, как и многих других вещей, конечно. Это икона ТикТокеров. Защищу, кстати, немножко ТикТокеров. Они вообще-то великие тоже труженики. Очень много сил вообще у них уходит. Вот они себя не щадят, поверьте. Ну, в этом смысле. Поэтому Карл Марс и говорил, что труд – это величайшее зло. Если говорить о том, о его попытке, я не знаю, создать партию, попытки как-то, я не знаю, влезть, может быть, в политику, что это было? Это просто потому, что время такое было? Это 60-е, когда они не представляли, что можно по-другому. И вот желание как-то действительно влиять. Сейчас, мне кажется, все-таки художники, наоборот, действительно сторонятся этого. Нет? Ну, по-разному. По-разному, окей. Во-первых, очень по-разному. Во-вторых, смотрите, в 60-е, я только вернусь к старой мысли, была надежда, что ты можешь создать партию, что-то вмешаться и что-то исправить. После 69-го года все это уже эпоха красных бригад, рот-аэрных фракционных. То есть уже люди поняли, ты не можешь такими мягкими средствами, как парламентская борьба, вмешаться в ход истории, а вот там терроризмом, нападением на банки, ты можешь что-то сделать. Вот так начались, ну, так казалось, 70-е годы тем, кто организовывал эти действия. В этом смысле Бойс со своими идеями целиком остался, конечно, в 60-е. Бойс, да, романтик такой, идеалист. Для него это все, мне кажется, все искусство, да, то есть он пытался эстетизировать политику, да, и включить политику в свою мифологию, да, он, я могу предполагать только, но мне кажется, что это все было не всерьез, в политическом смысле, да, то есть он не пытался и не стремился изменять мир к лучшему. Это была часть... Нет, он пытался. По-моему, он пытался. Мир не менялся, не реагировал на это, а он пытался. Мне кажется, вот вообще, там, объявить всех художниками и сделать какую-то партию, мне кажется, это часть сегодня, я воспринимаю это как вот часть вот этой мифологии, как вот татары в прошлом, в настоящем, это партии, там, все художники, зеленые дубы. Это какой-то мир выдуманный, да, в голове художника, который не имел отношения или, по крайней мере, не должен был быть напрямую связан с реальным миром. С действительностью, да, которая... Я боюсь, я покажусь сумасшедшим, но сейчас вот в Высшей школе экономики программы «Современное искусство» мы на эту программу берем людей, абитуриенты приходят без профильного экзамена. Они не обязаны уметь рисовать, лепить, писать маслом. Они должны осознавать и претендовать на бытие художником. То есть, точно так же, как у Бойса. И считать, что это несерьезно, и что эта идея исчерпана, что все люди художники, действительно, ну, каждый второй может стать очень хорошим художником. Мы готовы научить. Нет, это очень как раз серьезно. Так что эта практика не оказалась абсолютной глупостью и утопией. У нас даже есть фрагмент, примерно про это, мне кажется. СПД? ХДС? За кого вы проголосуете? ХДС? СВДПС? СПД! Только СПД! Немецкий союз за мир! Будто другие лучше! Не голосуйте. Никогда не выбирайте партию. Выбирайте искусство. Тут только или, или. Только в искусстве свобода это не иллюзия. Только художник после нацистской катастрофы способен вернуть людям чувство свободы. У каждого, будь он мусорщиком или фермером, есть шанс стать художником. Если он будет развивать свои способности без внешнего руководства. Если вы не свободны, совершенно свободны, вы никто. Только освободив себя, вы сделаете свободным мир. Ну, это художественный фильм. Да, это художественный фильм. Да, это ироника. Вот, работа без авторства. Называется эта картина. Но, тем не менее, вроде как там очевидна его позиция. Поэтому мы решили тоже использовать. Все бросят чинить, я не знаю, унитазы и все прочее, а пойдут заниматься искусством. Вот будет прекрасный новый мир. Нет, это было бы хорошо, если бы бросили, потому что роботы починят унитазы. Но это не происходит. Вот у нас в университет поступают одни девочки. Мальчики идут как раз чинить унитазы или в охранники, или в банкиры. Ну, эпоха безумства кончилась, естественно. Я и говорю, что она осталась в прошлом, даже не в 20 веке. Это же как бы мальчики во множественном числе получаются. Соответственно, остались только девочки. А все мальчики, они уже как бы в фигуре бойса. Бойс и гюлс, как бы. И схема такая, как бы. Бойсы были хорошие ученики. Да, они вообще, да. Даже некие францерники, и все равно. Да, есть такие люди. Ну, вообще, на самом деле, его же отношения со студентами, раз уж мы заговорили, это же тоже отдельная такая глава его биографии, биография тех людей, которые у него учились. Насколько я понимаю, он как раз и был сторонником вот той истории, про которую вы рассказываете. То есть принимать тех, кто не прошел, не поступил. Да? Всех, всех, кто хочет объявить себя художником. Каждый человек талантлив по рождению, и талантлив. Просто надо ему помочь проявить в себе, ощутить и сформировать в себе эти таланты. Да, вот эта история, когда пришло 400 человек, и он у всех их взял. Там же, понимаете, основная проблема, можно взять, можно учить. Основная проблема начинается, когда эти художники соприкасаются с реальной жизнью. Например, начинается перепроизводство художников. Мы живем не в Средневековье, у нас нету цехов. Ты сделал какую-то вещь, она завалила свою мастерскую кусками войлока, графикой. Я не знаю, чем это никому не надо. У музеев ограниченное пространство, покупателей не так много. В этом смысле вызов, который стоит за идеей всех художников, он гораздо жестче, чем можно себе представить. Вот ты стал художником, и потом борись за существование. У тебя нету постоянного средства дохода или вообще никакого дохода нет. То есть мы можем это раскрутить в практической области. Вот интересно, что будут делать. Вот, Леня, Да, это проблема. Это большая проблема. Вот пришли там, сколько вы понимаете, 50, 100, 70? По-разному. Да, ну хорошо. Вот вы приняли 400, в год выпустили 400. И что дальше этим людям делать? Как найти свое место в жизни? Они все считают уже художниками. А тут реальность. Вот это будет травма, сопоставимая со всеми остальными. Но травму порождают не художники, а те, кто не дает им возможности реализовать себя в этой якобы объективной, такой позитивной рыночной экономике. Конечно. И те, кто не создает всю полноту системы искусства, когда нет достаточного количества галерей, нет мидл-класса, который потребляет искусство, как правило, в основном это сейчас в современности мидл-класс, его нет. Нет музеев, нет системы грантов, нет очень многого. Так что дело не в перепроизводстве художников, а недопроизводстве условий существования талантливых людей. А что по этому поводу художники думают? Художники у нас молчат. Ну, тут понятно, мы затронули, конечно, такую очевидную достаточно проблематику, что действительно, Йозеф Бойс, часть процесса, который действительно продолжается, все правильно было сказано, процесса, который, можно так назвать, как бы искусство, заменяет собой религию, как бы берет на себя функцию новой религии. В этом смысле, как бы все художники, надо понимать, не в том смысле, как все там электрики, или как все, как бы этим занимаются, а как все христиане, например, или все коммунисты. То есть речь идет не о том, чем человек занимается, и чем он деньги зарабатывает, а как бы речь идет о символе веры. Вот, он может быть там, не знаю, подметать улицу, но как бы, типа он художник, да, как бы, вот, и дальше уже, как мы к этому относимся, я лично чудовищно к этому отношусь, я просто, с одной стороны, эту идеологию ненавижу, а с другой стороны, ну, как бы, понятно, что Бойс, он как бы в этом смысле великий человек, он действительно один из тех, кто проложил к этому дорогу, и, видимо, какое-то время это будет действительно востребовано, наверное. Были в советское время кружки художественной самодеятельности, люди, отработав смену, они шли, занимались театром, музыкой, пели в хоре, ходили на кружки рисования, они делали это не на продажу, не для галерии, не для этой несуществующей инфраструктуры, в этом смысле это отчасти был проект Бойса, конечно. Да, это было, кстати, гигантские выставки проходили. Любительскую искусство, И они были очень интересные, действительно замечательные, и, в общем-то, в принципе, по идее, вообще-то говоря, конечно, современное искусство должно к этому вернуться, и как бы арт-мир как бы исчезнуть должен, и как бы быть заменен вот действительно вот этим, типа там, монтер сделал тапку какую-нибудь шутку, и как бы это без каких-либо критерий. Как это происходит? Как это происходит? Ну, в Фейсбуке мы создаем страничку, да, или ТикТок. ТикТок. Да, ну, если уже продолжать, но на самом деле, да, уже ТикТок нет, но в Фейсбуке еще да, да, и каждый создает страничку, мы живем в эпоху, то, что называют, не знаю, когнитивный капитализм, да, когда наши творческие способности как бы отчуждаются, и на любой, в принципе, работе, в офисе, или, там, не знаю, у программистов, или у врачей требуется креативность, то, что называется, да, творческий подход, да, как раньше, вот, наши тела были, да, тем, что мы продаем, да, вот, на производстве, так, сейчас творческие способности. Но это не имеет к идее бойся. Я думаю, на слово креативность, в смысле, я сейчас вам выдумаю самый лучший рекламный ролик и самый лучший рекламный слоган, это не то, что не имеет никакого отношения, то, что он делает, это прямая противоположность. Я сейчас не имею в виду, ты сейчас все равно приводишь пример чистой креативности, творческой специальности, да, неважно, это дизайн или реклама, там, не знаю, в офисе, там, человек, который находит какое-то решение для заключения сделки, да, это, это чистое творчество, я могу сказать. вот тут бойся перевернулся, вы слышали эту фразу. Это чистое, это чистое творчество, когда человек там смотрит какие-то карты, там, географические, ну, я не знаю, что там, каких-то людей и так далее, и так далее. Кроме того, мы живем в мире, вот, где сейчас каждый немного должен стать бойсом, в том смысле, что он должен создать свою собственную мифологию, себя продавать, да, вставлять CV. Я не знаю, как у вас, у меня, например, три или четыре варианта CV, потому что, в разных работах требуют разные какие-то качества. Это измены делу бойся. Это измены людей. Я как раз преподаю вот в этом же университете, да, потому что это, к слову, о том, как художники выживают, и это единственный способ действительно выживать, потому что никаких других вариантов пока нет. Но мы должны создавать собственную мифологию, мы должны себя продавать все время. Какой ужас! Вот. Я не могу это слушать. Я не могу это слышать. Я в данном случае сейчас не говорю о своем опыте и своем каком-то способе действия, а о том, в каком мире мы живем. Да, то есть вот умение создать некий миф, да, написать какую-то биографию или Facebook, или страничка, это же как бы вот осколки вот того. Дело не в том, в каком мире мы живем, а дело в том, как ты к этому миру относишься. Играешь ты по этим правилам или нет. Вот в чем дело. отчасти мы все в это вовлечены. Ты как-то, ну, мы же ходим на открытие, да, а как недавно один знакомый художник, я его спросил, а что ты здесь делаешь на открытии? Ну, какой-то, вот, там, не участвует как-то, да, он говорит, я пришел светить лицом. Какой ужас, это капитуляция, давайте вернемся к Бойсу. Давайте вернемся к Бойсу, я бы хотела даже немножечко, может быть, подытожить уже наш разговор, мы довольно долго уже разговариваем, вот я вначале так как-то заявила по поводу там его влияния, под которым находятся и современные художники, и, я не знаю, современное искусство, и мы опосредованно, да, но вот я даже не знаю, после нашего разговора, имела ли я право на такую ремарку, как вы думаете? Ну, вот я думаю, что... Я вот даже растеряна сейчас. Я думаю, что большое влияние имеет писатель Ремарк, раз уж как развучало слово ремарка, давайте обратимся к творчеству этого писателя, если мы подробно анализируем. Тем более, да, если уж мы говорим о немцах, то почему мы действительно... И он, кстати, с Бойсом тесно и глубоко связан, ноги и нитями. Нет, с ним связан Бёрль еще. И Бёрль, конечно, тоже. Я помню, они вместе открывали... Они вообще все связаны. Ну, тем не менее, скажите мне. Ну, конечно, вот этот идеализм Бойса и такие претензии переустроить мир и осмыслить его по-ном, и дать ключи к осмыслению этого мира, сложнейшего и ужасного. Конечно, потерпела фиаско на сегодняшний день, что, на мой взгляд, очень печально. Очень печально. Но мир не стал лучше. Он не справился с Бойсом. Его проблемы, ну, может быть, какие-то ушли, но боюсь, что пришло бы множество новых проблем. И нам еще предстоит мечтать о новом Бойсе или о каком-то подобном, о таком лидере, о такой вот мощной фигуре с потрясающими какими-то интуитивно найденными идеями. Даже если они... Это идеализм. Даже если они не все срабатывают в прагматичном нашем мире, но такие фигуры необходимы. Это действительно лидеры культуры и задающие определенные направления. Можно смеяться над безумием Малевича, можно относиться жестко, критично к цинизму Орхола, можно отмахиваться от Бойса, но человечество при этом не выиграет, а наоборот проиграет. Если появляются такие фигуры, то, я не знаю, надо им ставить памятники, а не прагматикам, которые изобретают все. Да, я полностью согласен. Перед чем предлагаю вам поставить на войску дня вопрос об установлении памятника Йозефу Бойсу в Москве. Отлично. Я думаю, что мы все сидящие здесь присоединимся к вам и, по-моему, у нас получилась прекрасная точка в этом, в общем, удивительно таком, как-то зашедшем в такой вот лабиринт разговоре, я бы сказала. Я благодарю своих гостей, спасибо вам большое. До новых встреч. До встречи.